Все присутствующие его хорошо знают. Я очень рада, что община и Игрейский фонд, Игрейское наследие решает. И совместно мы помогаем организовывать, открывать. И это очень важное событие в жизни не только нашей общины, но и в жизни города. Потому что я не слышала, ну за редким исключением, иногда в русской общине и в польской устраивается что-то подобное. Но за последнее время я не слышала, чтобы кто-то из членов русской общины у себя там открывали в своем доме, как это делаем мы. Поэтому это еще дополнительная гордость за Эдуарда, что у нас такой талантливый человек есть. И многогранный, вы увидите все эти работы. Для этих я тебя поздравляю. И наверное в прошлом году был юбилей у Эдуарда Михайловича. Ну как-то получилось, что эта выставка всегда совпадает с его днем рождения. Это как бы отчет его деятельности, о чем он сам расскажет. Пожалуйста. Сначала дни рождения. Повторите? Сначала дни рождения. Сначала дни рождения. Где родился? Ну вообще для особой интересующейся там все написано. Так что вы прочитаете потихонечку. Очки не взял ему? Очки не взял, заменил. Ну, скажите. Кто-то вслух прочьет его. Да. Ну в свое время родился. Хороший, плохой. 40 лет на металлурге отработал. Потом, когда все закончилось. Нет, не все для меня закончилось. А все закончилось позже для меня. И тогда занялся живописью. А до этого немножко рисовал. И из прежних работ они тоже здесь есть. И я их вывесил. Традиционно вывешена там картина металлургии. Вот это последняя зима Мартена. Так получилось, что когда я ее сделал, тут и начались разговоры о закрытии. Там еще несколько месяцев и вы закрыли. Так получилось, что это последняя зима. Мне она всегда нравилась. Это сделано фломастером. То есть там чернила. И хочу обратить внимание, что это не дым. Как говорят в металлургии. Это бар. Утренний, морозный день. Все светится паром. Из более ранних работ, которые сделаны еще на заводе, это некоторые портреты сотрудников. Кроме шаржей, которые там было сделаны, сделано было несколько портретов. Вот два из них демонстрировались. На прошлой выставке, поскольку они теперь по домам все разбежались, то некоторые вот сохранились. Ну вот, это портрет. Это не рисованный, это вырезанный, клееный. И вон там портрет скурой. Некоторые знают. Скурой, да? Сделал снабжения. Это из старых работ. Но также из старых работ традиционно клеить миры. Ну, я так их решаю просто, чтобы обозначить, поскольку новые уже не появляются, больше занят живописью, а рисунок как бы ушел, остался в прошлом. Да, и живописью начал учиться уже после того, как вышел на пенсию. И вот тут некоторые работы. Значит, здесь... А, еще из тех работ, которые на заводе сделаны, это вот сделан такой, я не знаю, какая инсталляция, можно сказать, из четырех частей сделана, из четырех рамок. Это такая декоративная вещь для закрывания металлоконструкции, которой крепятся здания. Такие большие кресты из металлоконструкции. Она в одном помещении закрывала окно, и после ремонта оказалось, что этот крест все окно закрывает, и уже там сидеть страшновато. И тогда на этот крест я сделал такие рамки, заказал и сделал картину. Это здесь времена года. То есть все вырезано из журнала, кроме самой идеи. Сама идея, времена года, вы потом подойдете, посмотрите. Здесь есть зима, лето, осень, всюду весна, всюду пары. Все чуть-чуть по-разному относятся к этому делу. И там есть портретная часть. Вот одна дама крупным планом есть. Это хозяйка кабинета. Она должна была прийти, но чуть не пришла. Значит, придет сама, посмотрит потом. Все это, конечно, растащили по домам. И мне теперь надо было изванивать и спрашивать, сохранилось ли у вас там? Да, сохранилось. У одной дамы висит над кроватью, у другой висит в правой комнате, у третьей в передней висит и так далее. Один только портрет мужской, который в прошлом году демонстрировался, тот всегда как висел там в металлурге, так и висит посередине. Так он его и не забрал. Здесь работают в основном прошлого года, 16-го, кроме трех работ. Поскольку все работы, ну, как бы я считал, что в одном духе сделана часть картин, это виды города, уголки неба, то я взял из прежних лет три работы. Это вот эта улица. Барыню. Вот такой ботик. И улица Паста. А остальные работы, это уже прошлого года. Ну, так можно. Вот улица Шаура. Это вид из моего окна. Ну, так, тут не так много работ, сделанных с натуры. Потому что, ну, так, я работаю в основном по фотографии, потому что, поскольку с натурой так не очень получалось, нет такой практики. Ну, с натурой тут незначительное количество. Одну работу вы видите, которая сделала дноструктура, это мой портрет. Настолько он похож, я не знаю, но, говорят, что ничего похожего. Так? Это так называемый спонтанный реализм. Бери любую краску и рисуй то, что хочешь. И так, вот так оно получилось. И даже пришлось по ходу работы. Продолжение следует...